Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемые представители средств массовой информации. Хочу напомнить, что 10 лет назад именно в эти дни проходила 27-я Всемирная универсиада. Тогда, 10 июля, сборная России по плаванию завоевала три золотые медали. И одну из них завоевала наша Яна Мартынова, которая впоследствии много раз подтверждала свой статус. Вот многие другие наши спортсмены и входящие в сборную Татарстана, сборную России. К этим воспоминаниям приятно возвращаться. На самом деле, это золотые страницы нашей тысячелетней истории. Не каждый город, не только нашей Российской Федерации, но и мира, имеет такие кейсы проведения столь масштабных мероприятий, которые изменили город и изменили, когда мы говорим о наследии универсиады, это, безусловно, городская инфраструктура. Трудно представить Казань сегодня без тех спортивных объектов, которые наполнены жизнью, наполнены активностью, начиная от наших молодых спортсменов, совсем маленьких, до профессиональных спортсменов, безусловно, тех, кто ведут просто здоровый образ жизни, наши третьи, уважаемые наши пенсионеры, это наш, как мы говорим, третий возраст. И одним из главных наследий, кроме городской инфраструктуры, эти развязки, мосты, аэропорт, железнодорожный вокзал, деревни универсиады, комфортные для наших студентов, безусловно, поменялись сами люди. Мы встречали и встречаем по всему миру наших коллег, наших земляков, которые принимали участие в разном качестве в период подготовки, проведения универсиады, а выросли до больших профессионалов, которым по росту проводить и быть организаторами любых международных событий и мероприятий. Мы превратились в настоящую столицу, и, что важно, вспоминая это мероприятие, практически, наверное, кроме младенцев, был задействован весь город в подготовку и проведение этой универсиады. Мы получили закалку нам сейчас любое мероприятие международного уровня, в буквальном смысле любое, будь то летние Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу, который феерически мы уже провели. Это очередная золотая страница нашей истории. Мы выросли до того, что можем провести не только спортивное, любое культурное мероприятие, любой бизнес-форум мирового уровня. И наших жителей уже не удивишь ничьими лицами, знаменитыми, начиная от деятелей, ну, опять-таки, культуры, спортсменов великих. То есть Казань становится площадкой проведения международных событий. И, конечно же, это большое наше достояние и большой наш опыт. Понятно, с известными событиями мы лишились многих международных, временных международных турниров, но Казань остается спортивной столицей. На этой неделе мы будем встречать Суперкубок России по футболу. И еще целый ряд крупных спортивных событий прошу доложить председателя спорткомитета Гарипова Ленарда Зимфировича. Главные футбольные события этого лета пройдут в спортивной столице России, в городе Казань. 14 июля большой футбол возвращается на легендарный центральный стадион, на котором стоит товарищеский матч между женскими сборными командами России и Ирана. Женская национальная команда России впервые сыграет в Казани. А в ее составе выступит Алсу Абдулина, татарстанская футболистка, полузащитник команды сборной России и английского клуба «Челси». Болельщиков ждет развлекательная программа, церемония открытия, розыгрыш лотереи и другие сюрпризы. Приглашаем всех 14 июля на товарищеский матч сборных команд России и Ирана. Начало игры в 15.30. А 15 июля на стадионе «Акбарс-Арена» выявят обладатели Суперкубка России по футболу между действующим девятикратным чемпионом страны Петербургским «Зенитом» и обладателем Кубка страны Московским «ЦСКА». Последний раз эти команды встречались в Казани в финале Кубка России в 2016 году. Игра закончилась победой «Зенита» со счетом 4-1. Мы ожидаем большое количество болельщиков футбольных клубов среди жителей и гостей города, для которых будет организован настоящий спортивный праздник. Приглашаем всех 15 июля на стадион «Акбарс-Арена», начало матча в 17.00. Билеты можно приобрести на сайте официального партнера rfskassir.ru. Паспорт болельщика или фан-айди для посещения матча не требуется. Символично, что 10 лет назад в эти дни в Казани проходило грандиозное событие 27-я Всемирная летняя универсиада 2013 года, которое заложило фундамент для проведения таких крупных спортивных событий и внесло неоценимый вклад в развитие нашего города и республики Татарстан. В связи с проведением футбольных матчей в Казани временно ограничат движение по ряду улиц. Вся информация по их перекрытию будет размещена на сайте kzm.ru, на странице спорткомитета и в средствах массовой информации. Тысячи спортсменов из 45 регионов России с 13 по 17 июля покажут свое мастерство в экстремальных видах спорта в Казанском экстрим-парке «Ура» на уличных играх «Матч ТВ». Призовой фонд в размере 4 миллиона рублей будет разделен между участниками таких видов спорта, как баскетбол 3х3, велосипедный и самокатный спорт, роллер-спорт, скейтбординг, танцевальный спорт. Пройдут показательные соревнования по воркауту и тэгболу. Зрители ждет яркая культурная программа, церемония награждения и автограф-сессия. Также в программу уличных игр «Матч ТВ» войдут соревнования по прохождению игры на скорость и турнир по фиджитал-скейтбордингу. С программой можно ознакомиться по ссылке на экране. В минувшие выходные 8-9 июля на территории центра семьи «Казань» прошла серия соревнований по триатлону, первенство России среди юниоров, первенство Казани по акватлону для юноши и девушек, республиканский этап детской лиги по триатлону, кубок федерации триатлона Республики Татарстан с общим охватом количества участников более 400 спортсменов из 15 регионов России. Победители и призеры награждены кубками и медалями. Я приглашаю всех активно проводить лето, заниматься бегом, ездить на велосипеде, самокате, играть в пляжный волейбол, пляжный футбол, плавать и просто быть активным. Занимайтесь спортом, будьте здоровы. Присоединяемся к вашим пожеланиям. Уличные игры в экстрим-парке обещают стать зрелищным мероприятием, потому сколько у нас молодежи занимаются этими активностями. Мы надеемся, что недостатков зрителях не будет. Очень важно начинающим спортсменам видеть в маститах профессионалов лучшие ориентиры в том, чем они занимаются, и это хороший пример для подражания. Безусловно, мы рады большому футболу, кроме того, что мы встречаем Суперкубок России, который мы хотели принять у себя. Это большая организационная работа, большое напряжение с учетом фанатов, активных фанатов ЦСКА и Зенита для МВД Республики и для УВД. Надеемся, с этой задачей они, как всегда, достойно справятся. Ну а болельщиков ЦСКА и Зенита просим быть максимально активными только на трибунах, болеть за футбол, болеть за родной клуб, но максимально вежливо и с уважением к городу и его жителям вести себя на улицах. Хотел еще раз усилить, Ленар Альмфирович об этом сказал, болельщики, которые приезжают на Акбарс-арену, на Казан-арену смотреть Суперкубок, учесть время, чуть больше времени взять для того, чтобы добраться до стадиона, поскольку у нас ремонтные работы, летний сезон и ничего не поделаешь. Футбол не отменяет наших обязательств по капитальному ремонту и по капитальному строительству наших дорог. Перейдем к следующему вопросу. В связи со сложностями, которые испытывает сегодня наша экономика, мы пристально следим за рынком труда. Какая ситуация по итогам первого полугодия, доложит Мулин Тимур Фагимович, директор Центра занятий на население Казани. На начало июля 2023 года уровень регистрированной безработицы по городу составил 0,38%. Численность рабочей силы в 2023 году составила 649 тысяч, что на 5700 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тренд 2022 года с низкой безработицы и рынком труда соискателей сохранился по истечению 6 месяцев 2023 года. На протяжении последних шести месяцев наблюдается снижение числа зарегистрированных безработных и рост занятости населения. По состоянию на 1 июля 2023 года на учете службы занятости населения города зарегистрированных в качестве безработных 2466 человек, что в полтора раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным аналитики сайтов по поиску работы по Волжье, Казань входит в пятерку российских городов с наиболее высоким уровнем соискательской активности. На динамику индекса труда, то есть на соотношение спроса со стороны соискателей к предложению со стороны работодателей, влияют два фактора – это активность работодателей и соискателей. Уровень профессиональной конкуренции варьируется от рынка соискателей к рынку работодателей в зависимости от сферы деятельности. Уровень конкуренции среди работодателей выше всего в наиболее дефицитных сферах – это строительство с индексом 3,9, продажи 4,1, производство, а также транспорт и логистика с индексом 3. Уровень конкуренции среди соискателей выше всего в IT-сфере с индексом 6,1, маркетинг и реклама – 7,2. При этом в годовом эквиваленте практически по всем отраслям произошел рост средних заработных плат. Одним из новых задействованных Центром занятий населения города Казань инструментов по поиску сотрудников является информирование и консультация безработных граждан в регионах Российской Федерации с наиболее высокой безработицей по сравнению с общероссийской статистикой с возможностью релокации в городе Казань. Так, на цифровой платформе работа в России точно обработана с учетом потребностей предприятий более 2000 резюме граждан, готовых к работе с переездом из других регионов. Анализ показал, что соискатели готовы к переезду в случае предложения уровня заработной платы не ниже среднего по региону проживания, предоставления бесплатного жилья либо компенсации за найм, полного соцпакета и наличия социальных объектов. Кроме того, необходимо отменить, что при доустройстве граждан из других регионов работодатель гарантированно получает от центра занятости населения субсидию на выплаты заработной платы в размере не ниже трех мрот. В большинстве отраслей летом активность соискателей снижается, вследствие чего возрастает потребность в работниках. В сравнении с началом года зафиксируем рост вакансий в таких сферах, как промышленность на 49%, туризм, гостиничный, ресторанный бизнес плюс 10%, транспорт, логистика плюс 5%, торговля плюс 8%. Снижение объема предложений наблюдается в строительстве минус 40% и в образовании и культуре минус 1%. При этом отрицательная динамика по вакансиям в сфере строительства сохраняется с 2022 года, а в сфере образования и культуры носят сезонный характер. Уровень медианной заработной платы под заявленным вакансиям в Казани по итогам первого полугода состоял 45 тысяч рублей в месяц, что на 20% выше аналогичного показателя прошлого года. Наиболее высокие заработные платы отмечены в производстве, строительстве, сфере транспортной логистики и в IT-технологиях. В ряде случаев видно, что динамика доходов работников конкретных профессий коррелируется с уровнем их дефицита. Так, рост средних заработных приложений в производственной сфере составил за год плюс 12%, в строительной сфере плюс 3%, в транспортно-логистической сфере плюс 10%, в IT-сфере плюс 23%. При этом в сравнении с другими отраслями, например, в гостиничном секторе, а также в сфере общественного питания, в образовании сохраняется низкий уровень оплат труда. Вопрос повышения заработной платы по данным отраслям актуален. В целях поиска подходящей работы за первое полугодие обратилось более 5 тысяч человек, что на 4 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Трудоустроенные числа обратились в поиске работы 3800 граждан. Доля трудоустройства составляет 71%. Наибольший показатель трудоустройства отмечается в следующих отраслях – это торговля, промышленность, транспортно-логистика, образование и предоставление персональных услуг. В настоящее время нетрудоустроены остаются чуть более 3 тысяч человек. Для расширения возможности трудоустройства и обеспечения наиболее качественной занятий граждан в рамках нацпроекта «Демография» прошли обучение почти 1300 человек. Обучение популярно у молодых мамочек, граждан предпенсионного возраста, студентов и молодых специалистов, желающих повысить свои профессиональные навыки. Число самых популярных направлений для переубличения входит IT-профессии, один из разработчиков, менеджер по работе с маркетплейсами, графический дизайн. В рамках федерального проекта «Работа России. Время возможностей» с целью стимулирования рынка труда города Казани в два этапа прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства. В работе ярмарки были задействованы крупнейшие работодатели республики, образовательные учреждения и кадровые агентства. Региональный этап стартовал в апреле этого года на площадке Казанского федерального университета. Посетителем стали более 5000 жителей города, в том числе 3900 учащихся студентов и школьников и будущих абитуриентов. На мероприятии были представлены востребованные профессии на рынке труда города Казани, маркет образовательных учреждений для выпускников школ, тренинги по развитию карьерной траектории в современных условиях жизни. 23 июня на зеленой лужайке парка Горьско-Амедский лес состоялся второй федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, который посетили 3500 жителей города, в том числе 1000 выпускников вузов. В рамках федерального этапа в Всероссийской ярмарке вакансий особое внимание было уделено будущему трудоустройству выпускников образовательных учреждений, а также летней занятости и подростков. Внимание юных соискателей были представлены в вакансии гостиничной, ресторанного бизнеса, сетей быстрого питания, молодым выпускникам вузов и СУЗов вакансий крупнейших промышленных эти компаний. Тем, кто мечтает открыть собственное дело, был представлен маркет самозанятых с возможностью живого общения и обмена опыта. Для горожан оказывались консультации по составлению бизнес-планов, получению государственной финансовой помощи, открытие собственного дела. По окончании ярмарки сеть быстрого питания «Вкусная точка» и гостиничный, ресторанный комплекс «Ривьера» смогли закрыть текущую потребность в кадрах трудоустроев более 150 подростков. Масштаб организованного мероприятия, по оценкам региональных СМИ, был сопоставим с организацией национального праздника Сабантуи. Благодарю за поддержку и помощь в организации проведения всероссийской ярмарки вакансий, структурным подразделением с полноценным комитетом города Казани, в частности, комитет экономического развития города, комитет по транспорту, управление образованием и дирекции парков и скверов города Казани. Особое внимание в летний период уделяется организации работы по занятий несовершеннолетних граждан. Так, свободное от учебы время за 6 месяцев трудоустроено 290 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. В частности, активно идет трудоустройство в гостиничный и старанный бизнес на предприятии быстрого питания, которые, кроме того, участвуют в программе субсидирования найма и получают компенсацию заработной платы при трудоустройстве каждого подростка в размере одного домовом род. Также, в то же время, школьники дополнительные заработные платы гарантированно получают от службы занятий населения материальную поддержку в размере 2250 рублей. Также мы помогаем школьникам с определением выбора будущей профессии. Расширяя профориентационную деятельность психологи-профориентологи службы занятий населения города Казани в рамках работы приемной комиссии Казанского федерального университета начали проводить профориентацию абитуриентов с дальнейшими рекомендацией к более осознанному выбору будущей профессии. На этом доклад окончен. Спасибо за внимание. Спасибо. Дефицит соискателей сегодня повсеместное явление. Больше всего страдают промышленные предприятия. Этот вопрос обсуждался и на Совете безопасности президента. Главный вызов на сегодняшний день для большого крупного бизнеса, среднего, в принципе, мы говорим об этом и с представителем малого и среднего бизнеса на встрече. это нехватка не только рабочих рук, но и отельеры страдают, и кафе, но об этом говорили, за его величество человека всегда будут бороться, поэтому для нас важно на нашем уровне ответственности профориентацию вести в школах, чтобы допустить до старшеклассников различную правильную информацию. Как это будут делать, давайте вместе с нашими промышленными предприятиями посоветуемся. Детей нужно готовить к реальной жизни, показать им пути самореализации, убеждать, что работа на станке может стать престижной, прибыльной, что за хорошего инженера всегда готовы биться в буквальном смысле наши предприятия, работодатели. Но если работа с детьми больше на перспективу, то привлечение многородних специалистов, может быть, хотя бы частично восполнит недостаток специалистов. И в этом плане Казань имеет хорошую перспективу. Мы город, куда хотят переехать, стремятся в этой коллаборации. Желания работодателей и нашей поддержки должны быть результаты. Мы должны быть гордым магнитом, куда переезжают не только студенты за высшим образованием, а потом остаются у нас в Казани работать, но и специалисты разного уровня. Наша задача, чтобы Казань выбирали местом переезда, приложение своих усилий, чтобы семьями с детьми и становились активными нашими жителями. Мы всем будем рады, кто желает работать и на различных предприятиях, в том числе и в социальной сфере. Вопросы благоустройства остаются в числе наших приоритетов, но палка имеет два конца. Так и в этом вопросе одна часть качается собственного благоустройства городской среды, второе – поддержание благоустроенных территорий в надлежащем состоянии. Если за первую часть вопросов отвечает муниципалитет, то во второй ответственность лежит на собственниках и хозяйственных субъектах. Наиле Нусович, начальник управления АТИ, прошу доложить о соблюдении правил благоустройств на территории города Казани. В марте текущего года решением правительства Российской Федерации мораторий на проведение проверок и контрольно-надзорных мероприятий продлен до конца 2029 года. Поэтому работа Управления административно-технической инспекции носит в большей части предупредительный характер. В соответствии с федеральным законом номер 248 ФЗ, мы продолжили практику проведения профилактических мероприятий в форме информирования и консультирования. На десяти встречах приняли участие представители свыше двухсот организаций. Особое внимание было обращено на подготовку зданий и территорий, которые были задействованы в проведении мероприятий 14-го Международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казань. Форум. 2023». К нам приходили представители различных сфер. Подробный перечень показан на слайде. Такого рода встречи повышают эффективность профилактических мероприятий и ускоряют устранение нарушений в сфере благоустройства. По прошествии без малого года мы видим реальные позитивные изменения. В целом, за первые полугодия в ходе мониторинга территории города специалистами управления составлены свыше двух тысяч административных материалов, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года. Обращаю внимание, в прошлом году это были протоколы, в текущем 82% это предостережение меры профилактического характера. Кроме профилактики, важным направлением в работе управления является устранение правонарушений. Ряд лиц, как физических, так и юридических, своевременно не реагируют на наши замечания. В итоге с октября прошлого года мы пошли по неустраненным предостережениям в суды. При этом кратно возросла нагрузка на юридическую службу. За весь прошлый год подготовлено 86 исков, а за первые полугодия уже 152 требования. Для стимулирования нарушителя по всем решениям обязательно выставляется стренд от 500 до 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда. Самыми распространенными стали нарушения по выискам, фасадам, ограждениям. Всего в работе 218 предостережений, по которым вышли сроки и нарушения не устранены. Иски поданы по 109 фактам, 93 нарушения устранены в судебном и досудебных порядках, остальные в работе. Таким образом, в конечном итоге все нарушения будут устранены. Но лучше их не допускать вовсе. В нашей работе мы отслеживаем публикации в средствах массовой информации и сообщений жителей в социальных сетях. Стараемся оперативно принимать соответствующие меры. С начала весенне-летнего периода нами проверялось содержание дорог и закрепленных территорий. В результате выявлено 108 нарушений. Это на уровне прошлого года, когда было отмечено 98 фактов. В период двухмесячника по санитарной очистке жилищными организациями был выполнен большой объем работ по очистке дворов от зимнего мусора. За текущим содержанием мы внимательно следим. Напоминаю, что уборка придомовых территорий должна быть ежедневно завершена к 8 утра. В течение дня необходимо поддерживать чистоту и порядок, своевременно производить покос травы на газонах. К сожалению, выросло количество нарушений в содержании контейнерных площадок с 9 до 48. Были проблемы по своевременному вывозу, длительное время не осуществлялся подбор. Надеемся, что смена руководства у регионального оператора УКП ЖКХ повысит качество услуг, а управляющие компании будут содержать площадки на должном уровне. Большую озабоченность у жителей вызывает содержание мусорных площадок на территориях индивидуальной жилой застройки. Отмечены факты переполнения и отсутствия уборки. Пользуясь случаем, прошу уважаемых глав администрации районов держать на постоянном контроле своевременность вывоза ТКО и чистоту на площадках. Имеются замечания по ненадлежащему содержанию ограждений. Составлено 35 материалов, прошлым летом их было 15. Надо отремонтировать заборы во дворах жилых домов, в социальных объектах и в ряде садовых товарищей. Конкретные примеры были рассмотрены при проведении консультации. Обращаясь ко всем руководителям, не затягивайте с проведением работ и выполните их в теплое время. Следует отметить устойчивую тенденцию по увеличению количества установок без разрешения шлагбаумов. На сегодня зафиксировано 19 таких фактов. Это почти в 4 раза больше выявлено за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем, правилами благоустройства города Казани не допускается самовольно устанавливать шлагбаумы. За этим мы внимательно следим. Если добровольно не убирают объекты, применяем меры понуждения. Для решения в судебном порядке нами подано 12 исков. По двум случаям требований с судом были удовлетворены. Четыре факта устранено добровольно. Шесть дел остаются в производстве. В вопросах контроля за содержанием зданий внимание направлено на обеспечение своевременно поддерживающего ремонта фасада крылец зданий. За ненадлежащую эксплуатацию фасадов составлено 293 материала. Прошлым летом – 128. Все балансы держателей зданий и сооружений должны принять необходимые меры по устранению выявленных отклонений. Хочу подчеркнуть, что это их обязанность обеспечить соответствие объектов нормативам, которые изложены в правилах благоустройства. Поддержание красоты нашего города невозможно представить без развития зеленого каркаса. На сегодня у нас на контроле находится исполнение 449 распоряжений о компенсационной посадке с разными сроками реализации. Весенний период полностью выполнено 55. Остальные в работе. Высажено более 2600 деревьев. Организовано почти 2000 квадратных метров газонов. За нарушение сроков исполнения таких распоряжений составлено 8 протоколов. В прошлом периоде было 15. Обращаясь ко всем застройщикам, более внимательно относиться к срокам исполнения запланированных посадок. В части обеспечения сохранности зеленых насаждений с апреля месяца возобновлена работа по автоматической фиксации парковок транспорта на газонных и детских площадках. За истекший период зафиксировано свыше 11 тысяч нарушений. Это меньше, чем в прошлом году за этот же период. С реализацией программы «Наш двор» с каждым годом становится больше оборудованных парковок для автомобилей. Вместе с тем, очень часто машины ставят на земельные участки, которые по факту являются газонами, но не имеют юридического подтверждения. Пользуясь случаем, благодарю глав администрации районов, руководителей комитета благоустройства, Центра подготовки исходной документации за помощь в подготовке доказательной базы на такие участки. Обращаю также внимание всех горожан, которые планируют посещение «Наш город-лисай парк Лебяжья». Парковать автомобили следует на отведенных местах. В прошлом году свыше 1200 нарушителей были наказаны за парковку на зеленой зоне. В текущем году пока 721 нарушитель, но с установлением жаркой погоды возрастает и численность отдыхающих, поэтому кратность объезда территории возле озер Лебяжья нами будет повышена. Улучшилось положение дел при размещении средств наружной информации. Отмечено только 106 нарушений, что более чем в два раза меньше по сравнению с первым полугодием 2022 года. К сожалению, многие ответственные лица не приняли оперативных мер по восстановлению поврежденных зимой вывесок. Наиболее распространенным нарушением, как и в прошлом году, остается установка вывесок без паспорта или с отклонением от него. Это две трети от общего количества нарушений. Особое внимание уделяется вопросу рекламного мусора. Самым действенным методом является своевременная очистка. В первую очередь следует отметить организованную работу в акционерном обществе «Казэнерго» в рекламных компаниях. Считаем целесообразным перейти на такую же системную работу и руководителям жилищных организаций. Особое внимание мы обращаем на организацию и ведение строительства различных объектов. На начало лета в городе насчитывалось 103 строительные площадки, из которых на 27 работы не проводятся. Стоит отметить, что порядок на строительных площадках улучшился. По состоянию на 1 июля составлено 37 материалов, когда в первом полугодии было 68. Нарушения, последствия устраненные, в прошлом и текущем году отмечены у специализированных застройщиков микрорайонов 7А и Альянс 2. С началом летних ремонтов увеличивается количество разрытий. В текущем году выросла культура при производстве земляных работ. Составлено 180 протоколов, что более чем в два раза ниже прошлогоднего периода. Однако больше стало обращений к жителям с извинениями за доставленные неудобства. Уважаемый руководитель строительных и коммунальных организаций, прошу вас сохранить данную положительную тенденцию и больше уделять внимание горожанам. Со своей стороны контроль за земляными работами мы не ослабим, так как нарушения при этом несут угрозу здоровью жителей и безаварийному функционированию городского хозяйства. Отдельно отмечу по благоустройству мест аварийных разрытий в зимний период. На такие работы оформляются промежуточные акты с окончательным завершением работ до 1 июня каждого года. Из 982 стоящих на контроле адресов работы выполнены полностью на 370 разрытиях. Следует отметить оперативность казанской теплосетевой компании и операторов связи, которые полностью восстановили все свои раскопки в установленные сроки. За нарушение данного порядка составлено 35 протоколов. На акционерное общество, сетевая компания, ООО «МИК» материалы составлены в отношении юридических лиц. Работа в данном направлении продолжается. Завершая свое выступление, обращаюсь ко всем руководителям. В следующем году в нашем городе пройдет встреча глав государств «БРИКС». Надо заранее запланировать финансирование и выполнить необходимые ремонтные работы, а нам вместе достойно подготовить город к этому масштабному мероприятию. Доклад окончен. Спасибо за внимание. И. Барышевин Рахмет. Спасибо. Присаживайтесь. Весной собственникам мы напомнили, что именно от них требуется в летний период содержание своих объектов, территорий. Как видим, большая часть ответственно подошли к своим обязанностям. Есть нарушители, для них действует моратория. То есть мы рублем наказывать не можем. Но мы не видим тотального беспорядка. Это говорит о том, что подавляющее большинство собственников своих территорий, своих зданий, сооружений у нас сознательно любят свой город, с уважением относятся к окружающим. Статистика нарушения содержания контейнерных площадок и своевременного вывоза мусора, будем надеяться, с назначением нового руководителя по ЖКХ регионального оператора улучшится. Я жду не долгой раскачивания работы, а что мы в течение июля, максимум августа, до дня города, Рустам Гельфанович, глава районов Искандер Анварович, порядок вернется к тому порядку, к которому привыкли. И в городе, и в поселках. Вот давайте дедлайн поставим месяц, если мы сейчас разговариваем. У нас сегодня уже 10 июля, вот в середине августа, чтобы мы видели полный порядок и в поселках, и на территории всех управляющих компаний, вне зависимости от формы в городе. Хочу обратить внимание глав администрации на, Игорь Владимирович, ваше направление, на содержание зеленых нахождений, особенно новых посадок. Я вижу, что активно работает город Зелехоз, наши другие предприятия, благоустройство и озеленение города Казани. Но чтобы молодые деревни засохли, пусть подрядчики усилят полив. Большая просьба. Еще, вот Игорь Владимирович, мы сейчас обсудили, на прошлой неделе я получил сразу несколько жалоб в связи с закрытием пешеходного перехода на Ершово. Но тут, как бы, опять, мы предложили людям обход через Зинино 300 метров. Вот надо думать не только про те нормативы строгие, безусловно, они все направлены на охрану здоровья и безопасность людей, но тот случай, когда нужно думать прежде всего о людей. Пришлось вмешиваться, пришлось давать личные поручения и установить там светофор. Но еще раз я обращаюсь, все опытные руководители в зале сидят, прежде чем принять решение, пожалуйста, 10 раз, не 7 раз отмерить, а 10 раз и принять решение. И второе, заранее подробно жителям объяснять временные трудности, неудобства. В конце концов, мы капитальный ремонт делаем во имя тех же жителей, которые ежедневно этим остановочным павильоном, переходом пользуются. Но давайте, чтобы такого у нас в работе не было. К вопросу о пенсионерах, лето многие из них проводят на дачах, но есть и те, кто из города не уезжает. Как у нас работают клубы «Жизнелюб» в это время? Азат Искандерович Абзалов, пожалуйста. Задачу создания комфортного пространства для развития человеческого капитала, обозначенную стратегией «Татарстан-2030», решает казанский социальный проект активного долголетия «Жизнелюб», ориентированный на людей старшего возраста. Напомню, что движение стартовало в рамках «Доброй Казани» в декабре 2016 года. Это социальный проект, который через организацию бесплатных занятий по интересам для пенсионеров направлен на создание условий для их творческой самореализации, обеспечения активного досуга, использования их колоссального опыта в благотворительных и социальных проектах. Статистика возрастных категорий проекта показывает, что горожане в возрасте 60-70 лет составляют 90% от всех постоянных участников клуба, 70-80 лет 7% и 80 лет и старше 3%. Сегодня «Жизнелюб» имеет свой фирменный стиль и представлен 13 основными направлениями. Среди самых востребованных домоводство, садоводство, здоровый образ жизни, лекторий, мобильный ликбез, декоративно-прикладное искусство, вокал, танцевальная терапия, театр, ментальная арифметика. Все это доступно на 56 городских площадках бесплатно. Яшевый проекты «Кисаларында» Кисаларында «Кисаларында» Самое активное время для занятий «Жизнелюбов», как правило, первая половина дня. Сейчас в самом разгаре летний сезон. Пенсионеры в этот период предпочитают проводить время на открытом воздухе. Этим летом в парках активно проходят занятия по танцевальной терапии. Мероприятие проводится в парке Урицкого, в парке Крылья Советов и в сквере за ДК Саидгалеева. На танцплощадках можно обучиться разным видам танцев, а хореографами выступают участники клуба «Жизнелюб». В ближайшее время занятия продолжатся. Так, в парке Крылья Советов и в парке Урицкого 12 и 26 июля, 9 и 23 августа. В парке УДК Саидгалеева 19 июля, 16 августа, 6 сентября. Отмечу, что по многочисленным просьбам традиционный праздник проекта «День Казанского жизнелюба» в этом году состоится 16 августа в Центральном парке культуры и отдыха. Еще одним важным местом для жизнелюбов садоводов является общественный огород. Проект, где горожане могут бесплатно посадить цветы, овощи или ягоды, все лето ухаживать за растениями и собрать собственные урожаи в сентябре. К каждому садоводу выделяется отдельная грядка, на которую он может высаживать свою рассаду. В этом году проект «Общественный огород» запущен уже в шестой раз. За все время участниками проекта стали около 130 человек, некоторые из садоводов принимают участие в проекте уже несколько сезонов. Открытие огорода состоялось 27 мая в Горкинско-Аметевском лесу. Проект «Жизнелюб» реализуется в основном силами учреждений культуры. Только за первое полугодие 2023 года было организовано 630 мероприятий, которые посетило более 70 тысяч человек. Напомню, что за прошлый год мы перешагнули отметку в 130 тысяч визитов. Однако потенциал проекта может быть намного шире. Активных «Жизнелюбов» с каждым годом и сезоном становится больше. Обновляются дворы, появляются новые парки и скверы. Действуют спортивные объекты, где «Жизнелюбы» активно могут заниматься физкультурой и спортом. Участники проекта являются полноправными хозяевами и главными инициаторами всех мероприятий. Они создают клубы по интересам, объединяя вокруг себя единомышленников, предлагают и внедряют новые направления. К примеру, самым возрастным жизнелюбыми являются участницы фольклорного коллектива «Татарские гармоники» в культурном центре Залесной Сахабуддинова Зульхабераба Дреддиновна, ей 92 года, и Хайруддинов Ильгиз Каримович, участник фольклорного коллектива «Жавхарь» в ДК «Мирный», ему 88 лет. Таким образом, сегодня Казань сложно представить без такого сплоченного сообщества активных пенсионеров, которые вдохновляют своим примером молодое поколение и благодаря проекту «Жизнелюб» занимаются творчеством, живут ярко и насыщенно. Стать частью этого сообщества очень просто. Работает телефон горячей линии 236-4293. Обновлено летнее расписание, которое доступно в разделе проекта на портале kzn.ru. Мы всегда рады новым участникам. Наше учреждение открыто для всех, кто любит жизнь. Спасибо за внимание. В свое время, когда мы запускали проект «Жизнелюб» с твердым убеждением в его необходимости, люди на заслуженном отдыхе должны иметь наполненную жизнь. И вот клубы «Жизнелюб» — это то немногое, которое в силах муниципалитета, поскольку вопрос социальной защиты, пенсионного обеспечения, охраны здоровья — это находится у наших коллег в правительствах соответствующего уровня. Но мы получили очень хороший отклик от нашего старшего поколения. Годы работы и участия в этом проекте показали необходимость уже изменения формата, обновления проекта. И я очень прошу вместе глав районных администраций, управления культуры Азатский Андреевич вас пересмотреть и внести новые предложения, обязательно поговорить с этими самыми активными членами нашего клуба «Жизнелюб». На мой взгляд, недостаточно локаций. Да, мы сделали это на площадке наших домов культуры, которые мы привели в порядок. Но шаговая доступность увеличит охват наших уважаемых пенсионеров. Поэтому дирекция парков и скверов, комитет физкультуры и спорта, я тоже прошу, чтобы мы во главе, давайте протокольно запишем, Гузель Рамзилевна, как вернется с отпуска, чтобы возглавила эту работу. Необходимо нам проанализировать, что требуется, чтобы расширить, масштабировать этот проект. И чтобы нашему уважаемому старшему нашему поколению захотелось в этом участвовать по интересам. Чтобы мы пропагандировали и преподавали им в этих местах работы проекта «Жизнелюб» и «Здоровый образ жизни». И тем, чем они могут заняться, как они могут свою активность, а слава богу, многие из них активны на сегодняшний день. Вот что бы мы могли предложить. Более того, мы ведем большую работу по пропаганде «Здоровый образ жизни». Уже более 50% жителей Казани ежедневно занимаются активно спортом, физкультурой. И надо этот охват не только по молодым, по детям, по профессиональным спортсменам, но и провести в городе игры долголетия, давайте их так назовем. С тем, чтобы в них участвовали и те люди, которые профессионально занимались спортом, и те, которые, ну то есть две категории, и те, которые не являлись профессиональными спортсменами. Какие виды спорта, на каких стадионах, на каких локациях. Так вот, давайте на дне жизни Люба, вы сказали, 16 августа мы будем проводить. Мы презентуем этот проект в новом виде и договоримся о том, когда его будем и где реализовывать, чтобы с осени, когда наши аксакалы вернутся с приусадебных участок, с деревень, с дачных участков, могли бы с пользой и интересом проводить свое свободное время в городе. Коллеги, на этом вопросы дела у понедельника завершены. Желаю всем плодотворной недели. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин